В Казахстане появится геномная база данных особо опасных преступников. Предполагается, что досье будут доступны и международным организациям по борьбе с преступностью, например, Интерполу. Создание современной базы должно значительно повысить раскрываемость сложных и запутанных дел, а судебную экспертизу Казахстана вывести на новый уровень развития. Мой коллега Сабиба Айбусинов побывал в секретной лаборатории. Лаборатория, куда посторонним вход запрещен, здесь проводят молекулярно-генетические исследования. В этом кабинете, напичканном колбами и микроскопами, по сути, вершатся судьбы возможных преступников. Анализы ДНК в наше время играют большую роль в раскрытии уголовных дел, говорят эксперты. А совсем скоро в Казахстане появится особенная база. Будут генотипированы все лица, осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления. Этот закон вступит в силу в 2021 году. Для того, чтобы в дальнейшем, если будут какие-то подозреваемые, они будут сравниваться автоматически со всей этой базой. Кроме того, в эту базу будут вноситься генетические данные с мест преступления, и она будет взаимосвязана с такими же системами других стран Интерпола. Ученые говорят, что информацию о преступнике можно найти по любому биологическому материалу. Мало кто задумывается, но доверяя своему парикмахеру, вы можете стать объектом генетического исследования. Да, совсем как в голливудском фильме. Эксперты говорят, что обыкновенный человеческий волос хранит всю информацию об его обладателе. По нему, к примеру, можно определить национальность, возраст и другие данные человека. А вот китайские исследователи пошли дальше по длине волос. Генетики могут определить точную дату и время употребления наркотиков. Попасть в стерильную лабораторию можно в отдельных случаях, в частности для съемок сюжета в итоге дня. А чтобы исключить попадание ДНК нашего оператора и его коллег на исследуемые биообразцы, нужно пройти определенную процедуру. Здесь всегда бывает горячо. В этой лаборатории до мельчайших подробностей могут восстановить картину ЧП, связанных с взрывами. Экспертам приходится в прямом смысле по крупицам собирать конструкции взрывных устройств. Определиться с первоначально с эпицентром взрыва, где он располагался, причина, почему в данном месте была установка заряда взрывчатого вещества, тоже, опять же, говорится о каких-то мотивах, действиях злоумышленника в этом случае, то есть, которые могут лечь в последующем в приговор. Всего в Казахстане функционирует 8 институтов судебной экспертизы. В их лабораториях запросто определят контрабандное золото или фальшивые купюры. Меняются преступники, меняются преступники, они становятся более, скажем, коммуникальными, более опытными, более продуктивными, да, изощренными. И мы должны тоже меняться, мы тоже должны быть наряду с ними, даже выше их всегда, хоть на одну ступеньку. Еще несколько лет назад о таком уровне судебной экспертизы в нашей стране приходилось только мечтать. В ближайшее время 210 экспертов со всей страны отправятся на стажировку ведущий колледж мира по подготовке специалистов в отрасли судебной экспертизы. Саби Байбусинов, Канат Абильдин и Алибек Алиев. Итоги дня.